Привет, друзья! Это Александр Шеметихин из Спортэк ТВ. Сегодня у нас в гостях наш велоэксперт Брусницин Павел. И мы продолжаем обзор велосипедов Мерида 2020 года. Сегодня вам хотим рассказать об такой модели. Вот сейчас вообще достаточно популярным становится именно езда по городу на, так скажем, дорожных велосипедах. И вот у Мерида сейчас активно развили они линейку. Это линейка Спидер. И об одном велосипеде мы уже рассказывали, а сегодня расскажем об модели Спидер 400. И вот что в ней интересного и что именно почему этот велосипед для города достаточно интересный, ну вот нам Паша сейчас расскажет. Тут, наверное, будут больше подходить выражения недостаточно интересные, а скорее более адаптированные, более подходящие. Вот, наверное, повседневные нужды. Фишки как бы основные велосипеды состоят в чем? То есть мы имеем шоссейную раму, шоссейный фреймсет. По сути это Мерида скульптура. Даже как бы это по рулевому стакану и по общей геометрии она очень сильно ее напоминает. Я не удивлюсь, если там цифры даже совпадут по некоторым значениям. Но здесь стоит при этом плоский руль. Да, обратите внимание, плоский руль. Для чего? Как минимум для того, чтобы ездить на руле баране, нужно какое-то время привыкать. И все-таки с точки зрения эргономики руль баран не так удобен. Ну, за исключением, может быть, рули для гревел направления, они более удобные для такой длительной езды. Опять же, человеку все равно проще бы его освоиться как бы именно с флэтбаром, с обычным плоским рулем. Поэтому, так как велосипед позиционируется как для быстрой и комфортной езды, соответственно, акценты делаются на быстрое и комфортное. Комфортное за счет посадки, быстро за счет шоссейных компонентов. Ну, то есть, конкретно шоссейной геометрии рамы, типа шоссейных колес. Почему типа? Потому что, ну, на самом деле сейчас многие шоссейные велосипеды, особенно класса Endurance, то есть шоссейники для, скажем, для длительных заездов с комфортной посадкой комплектуются очень широкими покрышками. Ну, вот здесь, помимо того, что широкая, она еще более такая, как бы, ну, если я могу сказать грубая, что ли, Maxis Detonator, 32 по ширине. Или, допустим, Continental, та же самая, Ultra Sport, GP4000, они, как бы, более такие гладкие, более скоростные, но и, конечно же, они помягче. Вот, соответственно, как бы, ну, у них другая просто цель, то есть, они, это более быстрая шоссейная резина. Вот, для, как бы, фитнес-использования катить будут и это. К примеру, если вы всю жизнь, ну, да это просто какой-то у вас был велосипед, там, горный, либо там, школьник, не знаю, какой-нибудь. И вы сядете на этот, вы почувствуете ощутимую разницу по скорости, особенно с байком. Прямо вот. И, скорее, даже не только в скорости, но и, как бы, в том, насколько удобнее действительно стало перемещаться. Поэтому, люди, когда вы убираете велосипед для того, чтобы ездить, там, с работу на работу, иногда заехать в парк. На самом деле, если заедете в ЦПКО на нем, либо там, какой-то такой попсовый парк, где, там, укатанные бетонные терпинки, он нормально, там, ничего не пробьете, он, как бы, нормально будет ехать. Ну, естественно, не по грязи только. А если гравийные терпинки? Ну, в принципе, здесь вам позволяют поставить зазоры и гравийную, и более злую резину, пожалуйста. С протектором. Да, не проблема. Вот. Поэтому не надо брать сразу же маунтинбайк. Посмотрите другие линейки. Посмотрите, как бы, что вам действительно более актуально. Если вы думаете, что вот я там буду кататься в лесу, если вы представляете лес, это вот какие-то лесные терпинки, а не реально там какие-то ухабы, там, трейлы жесткие, бездорожье, да. А то вам не нужен байк, вам нужен, вот, городской велосипед, на самом деле. Быстрый, удобный, комфортный. За счет чего достигается скорость. Повторюсь, шоссейные компоненты, шоссейная геометрия, колеса шоссейные. Велосипед, опять же, оборудован группой шоссейной 105-й R700. Стоит расчет компакт, спереди 50-34 по звездам. Сзади кассета, сейчас и скажу точно, 32-я. Ну, соединенный вариант 105-я, кассета 11-32. 11 скоростей, диапазон 11-32. Ну, универсальный набор. Ну, да, универсальный. То есть, в принципе, можно было и 34 поставить. Ну, как бы, и 32 вполне хватит, с учетом того, что тут общий компакт стоит. То есть, спереди, звезда там маленькая, 34-я. Вот. Еще интересный момент. Обратите внимание, какие монетки стоят. Это линейка у Shimano, как бы, специально адаптированных монеток под плоские рули для шоссейных переключателей. Вот. Потому что в некоторых группах у Shimano и у байка разница есть в шаге. То есть, у монеток шоссейные пистолеты с байковскими переключателями и наоборот. Хотя есть варианты, когда можно совместить пистолет, допустим, с байковским переключателем, либо наоборот. Такое встречается. Есть просто некоторая погрешность настройки, но в целом работать будет. Здесь это все работает без проблем. То есть, никакого колхоза. Здесь, как бы, все адаптировано. Ну, монетки визуально и по ощущениям уровня XT, наверное, даже чуть повыше. Рычаг вообще карбоновый. Обратите внимание. Вот. И в целом по ощущениям, то есть, как двигаются, как сделаны, это, как бы, полноценные монетки XT. И, соответственно, если здесь у нас флэтбар, то и тормоза стоят гидравлик, обычно байковский гидравлик. То есть, тут не поставить чего-то такого шоссейного гидравлического пистолета и вот не воткнуть, потому что руль, опять же, повторюсь, прямой. Вот. Тормоза МТ-200. Базовая гидравлика. В целом, как бы, как-то так. По колесам еще хочу сказать, что, ну, это базовые колеса на промподшипниках, как минимум, на двойных ободах. Ну, это типичные колеса для Мериды, которыми она комплектует свои шоссейные и дорожные велосипеды. Для базового решения нормально, опять же. Можно даже попробовать здесь поменять колеса на бескамерку. И, ну, именно сами полностью колеса. То есть, не колхозить с этими ободами, а именно поставить, как бы, отдельно докупить более интересные колеса и поставить резину бескамерной. Тогда велосипед поедет еще поинтереснее за счет того, что можно будет адаптировать давление более оптимально. Вот. За счет, опять же, ширины покрышки 30+, и более 32, там, и так далее, велосипед более комфортно едет по неровностям, по микронеровностям. То есть, это не значит, что можно будет влетать в яму на дороге большие, да. Да. То есть, щебенка. Внезапно вдруг решили дорогу чинить. То есть, асфальт срезали, и вот это вот начинается париж-рубе. Вот нормальный вариант. Допустим, я на своих 23-х, на шоссейнике, чувствую вообще каждую неровность. На, я помню, просто даже 25-й, когда ставишь, вообще уже ситуация, ну, меняется. Уже по-другому. Поприятнее, да. А на 32-х вообще хорошо будет. Особенно, если там ничего лишнего у них не будет. Ну, тут же зазор достаточно большой. Позволяет, наверное, поставить еще, ну, до 40-й, наверное. Ну, да. Вообще, можно попробовать, да. То есть, на самом деле, велосипед штука... Или смысла нету? Скорость тогда потеряется? Для чего? Вопрос для чего? Если по городу ездить, ничего не надо менять вообще. То есть, ни какие, как бы, колеса, ни резину шире, этого вполне будет достаточно. Ребята, то есть, еще раз, внимание, велосипед для городской езды. То есть, для городского такого фитнес, как бы, перемещения. Ну, не обязательно фитнес, просто кататься по городу. Быстро. Ну, в разряде фитнес. С работы до работы, да. Вот, просто он находится у них в разряде фитнес. Ну, не знаю, почему. Вот, ну, у них, у европейцев, такая, как бы, классификация. Но, как бы, велосипед просто для быстрого перемещения. Я так, как бы, кратко скажу. Просто для быстрого перемещения по городу. Основная его задача. Ну, пару вопросов, Паша, тебе еще задам. Вот есть кронштейны дополнительно для установки крыльев? Или что? Что здесь? Ну, для крыльев вот кронштейны, вот кронштейны, вот кронштейны. Нет, здесь навесное оборудование можно. Крепление для сумок тоже самое вешается. Вот, сзади, опять же, крепление. Багажник. Ну, вот это для крыльев. Сзади это для крыльев больше. Хотя, спереди, скорее всего, тоже. Просто есть разные варианты реализации установки. Есть короткие крылья. Поэтому стоят... То есть, крылья сюда спокойно можно поставить. Будет для города достаточно важно. И еще один момент. Вот по рулю хотел показать, что здесь достаточно он узкий. Для города, ну, для дорожного движения, наверное, это более оптимально, чем широкий руль. Ну, да. То есть, маневрировать. Его специально, в общем-то, и поставили, чтобы это все равно был не маутинбайк, а чтобы это был такой недошоссейник просто. А дает управление больше вот короткий руль? Ну, да. Да, нет. И да, и нет. Потому что к нему проще привыкнуть. То есть, мне без разницы, например, на каком руле ездить. Хотя мне вот, допустим, такой узкий руль будет неудобен, непривычен. Мне тогда проще за баран держаться. А человеку, который не имеет привычки, для него проще и понятнее будет держаться за прямой руль. Для этого и цели их выпускают. Я же это сразу сказал. Для этого и ставят, чтобы не было, как вообще тут управлять. Ну, ты знаешь, у меня первое впечатление было, чтобы было проще между машин маневрировать. Ну, это, безусловно, на 800-ом руле тяжело так в потоке ездить, а на этом можно. На самом деле, раньше байки-то с такими рулями шли, горные велики, еще в году в 10-ом комплектовались даже вот такой шириной. Это же 580-й примерно руль. Ну, визуально, по крайней мере. Да, ну, друзья, Паша, спасибо тебе за информацию. Друзья, вот такая информация у нас по этой модели. Это новое направление, которое активно развивается. Хорошо забытое старое. Рекомендую обратить внимание, если у вас цели действительно это быстрое катание по городу, скоростное, по дорогам, то это будет хороший вариант. Спасибо вам за внимание. Если видео вам было полезно, ставьте лайки. Если у вас остались вопросы, пишите комментарии. Всем пока. Счастливо. Друзья, тест на вес. Модель спидер 400 на наших весах показывает 10-280. По заявлениям производителя 10 килограмм ровно. Ну, вот какая-то погрешность есть. Продолжение следует...